здравствуйте мы с вами продолжаем серию уроков и сегодня второе задание но практическая часть ранее у нас были два урока теория местоимения и союзы и второй урок остальные части речи посмотрим что в практической части но сейчас обязательно повторяем формулировку задания 2 самостоятельно подберите слово и тут указывается часть речи которое должно быть на месте пропуска во втором предложении текста запишите это слово какие части речи могут быть сочинительные союзы подчинительные союзы мы это ранее на предыдущих уроках разбирали наречия частицы местоимения вот их мы все повторяли изучали нужно установить логические отношения между предложениями в тексте или между простыми предложениями в составе сложного как выглядит второе задание демонстрационный вариант из сайта фипи мы взяли вы это видели мы это разбирали но повторим повторение все-таки мать учения теперь уже мы переходим к практической части в практической части первый шаг что делай очень внимательно читаем текст текст у нас научного стиля голов интересное оптическое явление земной атмосферы которая выглядит как светящиеся кольцо образованная вокруг яркого источника света наиболее часто голов возникает вокруг солнце немного реже вокруг луны однако она может появиться вокруг уличного фонаря или машинных фар текст мы с вами прочитали теперь читаем задание самостоятельно подберите частицу которая должна стоять на месте пропуска во втором предложении текста запишите эту частицу и так ребята что мы с вами находим какую часть речи правильно вы обратили внимание частицу да значит нам нужно подобрать вот сюда частицу вспоминаем какие частицы у нас есть частицы у нас делятся формообразующие и смысловые попробуем вставить сюда частицу подумайте время даю хорошо решили наверное да гало это явление атмосферой часто возникает вокруг солнца вокруг луны от луны однако может появиться даже вокруг уличного фонаря или машинных фар частица даже подойдет хорошо выполнили мы одно задание переходим ко второму чем больше заданий ребята вы выполняете тем лучше и на экзамен когда вы придете у вас не будет трудностей вы сразу вспомните уже на автомате какое задание какой шаг и так прочитайте текст и выполните задание рис требует несколько меньшего количества удобрений по сравнению с другими сельскохозяйственными культурами объясняется тем что в корневой зоне растений риса обитают специфические азотфиксирующие бактерии в результате даже без внесения азотных удобрений плантация риса может сохранять урожайность в течение длительного времени прочитали текста теперь переходим к заданию задание тоже внимательно прочитали и что нужно нам найти указательное местоимение и так значит нам нужно вспомнить местоимение местоимение помните разряды их 9 и мы с вами разбирали каждое местоимение и там у нас 4 помните оранжевые выделенные местоимения были которые очень часто встречаются и как раз ребята указательные местоимения они очень часто встречаются на экзамене поэтому их пожалуйста изучайте учите помните вот какое же местоимение рис требует несколько меньшего количества удобрений это объясняется тем что в корневой зоне это вот она указательное местоимение наверное вы решили правильно теперь смотрим следующее задание у нас уточняющие уже частица вспоминаем теперь частицы нужно прочитать текст если невнимательно прочитать текст или полениться то мы конечно же неправильно подберем частицу написавшись зеленую милю и побег из шоушенка стивен кинг испытывает странную для писателя не любовь к наречи он уверен что словами принадлежащим к этой части речи вымощена дорога в ад по мнению кинга употребление на речи превращает текст в покрытый сорняками газон на речи отвлекает внимание читателя от заключенных предложений подробностей поэтому секретом успеха ким считает способность ежедневно писать текст из двух тысяч слов без употребления на речи ребята посмотрите пропуск что мы находим частицу а какую подсказка уточняющую значит ребята нужно нам вспомнить подумайте готовый ответ я вам не дам подумайте потом скажу какой ответ наверное уже догадались ответом будет является именно по этому секретом успеха ким считает способность именно вот она частица уточняющие следующий слайд что находим теперь уже находим подчинительный союз ребята вы уже наверное обратили внимание что с каждым заданием у нас меняется часть речи мы нашли союз частицу и на речи даже находили а сейчас подчинительный союз не путайте пожалуйста с сочинительным сочинительные союзы это у нас и а но все остальные союзы подчинительные и так широко известно что жуки или жестокрылые это самый многочисленный отряд во всем животном царстве пропуск например сравнить жуков и млекопитающих окажется что число число известных на данный момент видов жуков превосходит число видов млекопитающих в семьдесят два раза и это несмотря на то что млекопитающий не отряд а класс то есть группа значительно более высокого уровня и так думаем ребята думаем что же какой же союз мы сюда вставим обращайте внимание где главное предложение тут у нас вот это у нас водное слово водное слово вы можете в уме выбросить как будто нет водного слова и ответом будет являться наверное догадались если если сравнить жуков и млекопитающих ответом значит мы здесь напишем если подчинительный союз условий так здесь мы уже находим частицу ведущее значение в искусстве франции 17 века приобретает архитектура в архитектуре классизма идеи абсолютизма нашла свое наиболее яркое воплощение поэтому деятельность большинства художников сосредотачивалась на оформлении и украшения строившихся в то время городских и загородных резиденций и так то же самое делаем смотрим как вы закончили чтение текста обращайте внимание какое какую часть речи нужно найти частицу теперь вспоминаем какие частицы у нас были теперь смотрим на первое предложение лишние слова выбрасываем то есть немножко мы с вами упрощаем предложение архитектура приобретает ведущее значение и вот здесь именно в архитектуре классизма вот она частица именно ответ и так ребята мы с вами подводим итоги выводы к нашему уроку чтобы правильно выполнить второе задание егэ нужно знать следующие средства связи союзы сочинительные подчинительные местоимения разряды местоимений обязательно группу разряды местоимений нужно выучить наречия частицы вводные слова и предлоги маленькие подсказки надеюсь ребята вам помогли а я же вам желаю успехов на экзамене удачи а